Накануне президент Зеленский сделал очень серьезное заявление. По словам украинского лидера, Киев рассматривает некий план Б, согласно которому незалежное может отгородиться от Донбасса стеной, то ли в буквальном, то ли в фигуральном смысле. При этом глава государства подчеркнул, что в принятии подобного решения придется поучаствовать всем его согражданам через референдум. Что это? Хайп и попытка привлечь к себе внимание? Угроза окончательно изолировать непризнанные республики? Или же это сигнал Кремлю от Вашингтонского обкома о готовности принять Украину в состав НАТО без балласта? Президент Зеленский дал интервью телеканалу «1 плюс 1», принадлежащему его патрону, одиозному украинскому олигарху Игорю Коломойскому, в котором пригрозил некой стеной между незалежной и Донбассом, в случае, если не удастся достичь приемлемых для Киева соглашений с Россией и Западом по политическому урегулированию на востоке страны. При этом Владимир Александрович высказался весьма нечетко и двусмысленно, что дало возможность всем желающим по-своему толковать его слова о Донбассе или о той, либо другой стене. Это точно не популярно, не популистки. Это будет сложный вопрос. Если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет. Давайте рассмотрим основные варианты дальнейшего развития событий, которые выглядят один хуже другого. Стена, напомним, что идея отгородиться от неблагодарных ватников с востока, возникла на Украине практически сразу же после неудачи вернуть ДНР и ЛНР военной силой. Упомянутый олигарх Коломойский в 2014 году предлагал возвести сплошной металлический забор из высокопрочной стали с колючей проволокой, с подведенным электричеством, рвами и минными полями вдоль всей российско-украинской границы. В 2019-м отгородиться от Донбасса стеной предложил журналист и представитель партии, слуга народа Александр Дубинский, приведя в качестве положительного примера Израиль. Ох уж этот Израиль! В 2020 году о плане Б в виде разделительной стены между незалежной и двумя провозглашенными республиками заговорил помощник президента Зеленского Андрей Ермак. И вот теперь на эту же тему высказался и сам Владимир Александрович. Правда, выражается он весьма обтекаемо, говоря не столько о физической стене, сколько о некоем разрыве связей с ДНР и ЛНР. По правде говоря, это напрягает больше всего, поскольку так Киев в силах создать Донбассу огромные проблемы. Слуга народа намекнул, по каким направлениям может быть нанесен удар. Вода и работа промышленных предприятий. А это очень серьезно. Дело в том, что Донбасс критически зависит от поставок воды с украинской территории, которая физически поступает через канал Северский Донец, Донбасс, снабжая Донецк, Дебальцево, Макеевку, Янакиево, Харциск, Зугрес и Лавайск, Пантелеймоновку и другие населенные пункты. В докладе ЮНИСЕФ, посвященному изучению рисков водоснабжения, сделан следующий вывод. Из-за присутствующих ограничений в количестве и качестве грунтовых и поверхностных вод, а также структуры системы, ни один из больших городов на любой из двух территорий не может выжить только на альтернативных источниках воды. Без воды не смогут работать промышленные предприятия ДНР и ЛНР, а население окажется под угрозой вымирания либо вынужденной миграции в Россию. До сих пор Киев не переходил к подобным радикальным методам откровенного геноцида только потому, что есть определенная зависимость по воде, которая должна пройти через территорию республик, у Волновахи, Покровска и Мариуполя, подконтрольном Украине. Но вот президент Зеленский на самом высшем уровне что-то там заговорил про воду и промышленные предприятия Донбасса. Если незалежное сотворит на Востоке нечто подобное Крымской водной блокаде, Россия получит еще одну гигантскую проблему. Неудивительно, что пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков пробурчал что-то крайне неодобрительное в ответ на подобные намеки. Отделение? Сценарий с добровольным отказом Украины от ДНР с ЛНР и Крыма выглядит куда менее реалистичным, однако его вероятность все же существенно отличается от нуля. Что такое для Киева Донбасса и Крыма? Это несколько миллионов крайне нелояльных людей, которые будут всегда голосовать против прозападного курса Киева и саботировать все его инициативы в этом направлении. На словах украинские власти заявляют о необходимости вернуть обратно утерянные территории с людьми, но в действительности они им не нужны. Более того, отпустив Крым и обе провозглашенные республики, Незалежная получила бы возможность беспрепятственно вступить в блок НАТО и превратиться в мощный военный плацдарм против России, где американские ракеты средней дальности с ядерными боеголовками разместились бы под Харьковом или Запорожьем. Последующее возвращение Крыма и Донбасса украинская пропаганда могла бы превратить в новую национальную идею, как это произошло в Японии с ее северными территориями. Да, разумеется, для Зеленского и любого иного президента подобное решение было бы политическим самоубийством, возможно, не только политическим. Неизвестно, что с ним смогли бы сотворить украинские националисты-радикалы. Но недаром глава государства говорит про референдум, поскольку непопулярное решение можно прикрыть всенародным волеизъявлением. Дескать, сами так решили, какие к нему претензии. Насколько такой сценарий вероятен, можно будет судить, посмотрев на те вопросы и их формулировки, что будут вынесены на плебисцит. Это сейчас Зеленский может бубнить себе под нос нечто невразумительное, но конкретный список вопросов скажет все остальное, что сейчас осталось между строк.